всем привет всем здравствуйте выхожу к вам уже вечерком хочу поздороваться хочу чуть-чуть поговорить с теми кто ждет встречи каждый день вязального мне сегодня показать нечего я связала до вязала 2 синий носочек ну кто сушит поодиночке я сюда помидор девочки спасибо большое кто мне сказал таня помидора в холодильник не надо их надо в прохладное место но не в холодильник они теряют вкус честное слово я об этом не слышала интересно только определенные сорта помидоры или все но спасибо за науку едоки мои какие даки вчера приехали уже за полночь я про детей пока поговорили маленечко как я их сразу отпущу уставшие конечно вот но маленечко побузили 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 там уже в два часа ночи легли и сегодня они хоть и не с утра на свадьбу у толюшкиного одноклассника свадьба для чего они приехали но тем не менее не совсем притык встали пока раскачались пока собрались 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 ой красивые я еще так планировал конфимуристический ролик до снять про агентов но они опаздывали они бежали горы ладно таня пусть дети для чего приехали для того и приехали сегодня год рано нас не жди а завтра опять уезжают но я вчера маленечко там прям сегодня чуть-чуть с утра я всем благодарна спасибо что называется и на этом встретились обнялись поцеловались ой таких пастельных одеждах любовалась я прям любовалась не могу но я проводив пошла нарезать круги обязательно и взяла селфи палку телефон думаю сяду в беседке немножко поговорю с добрым зрителем с теми кто неважно вязание не вязание ждет встречи каждый день села в беседке у нас парк вот набибины их а погода у нас сегодня очень хороший 23 градуса и знакомая встретилась давно мы не виделись и понеслась поговорили я поняла что я здесь видео не сниму пошла из одной беседке не просто даже другую из парка вышла там тоже есть такая детская площадка наверно тоже может беседка давать лавочек лавочек крыш вот села там ребятишки рядом так кричали так кричали что я поняла что здесь тоже не сниму думаю пойду я до дома до хаты я значит сколько нужно шагов у меня нет ни шагомера не часов я не люблю это все по ощущениям как мне ножка моя колечка позволит так и все но я чувствую когда находила хорошо вот и наглаз телефоном там видно иногда без телефона там шаги не считаю то есть когда я говорю нужное количество шагов это просто я себе сказала гулять они час-полтора вот это я имею да не то что сколько часов сколько чего не совершенно не об этом речь сейчас я с огромным удовольствием повяжу или начну черненькие носочки вязать я так как представила синие готовы если еще какие-то свяжу да уже вот даже в две пары отпаренных выстиранных право тошных это будет уже так сказать мини коллекции будет смотреться очень хорошо или погоняю на петли единство какой бобинку не убрала потому что к приезду детей я все у меня вязание кругу так зеленые что не вспомню бобинку как за бенгал танечка бенгальские огни бенгал оставила потому что там надо лицевую гнать 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 на кардигане надо еще узоры при придумать но там расположить несложно но тем не менее вот и думаю ну все таки я сделаю еще одну попытку дети которые кричат во дворе нам не помешают я сделаю попытку записать видео заскринила я ваши вопросы и сейчас я на них отвечу вот здесь одна женщина пишет что таня открыли для вы для меня супер вошь носочную раньше вязала носки с чего придется а мы многие вязали носки с чего придется а сейчас мир носочной пряжи так велик здравствуйте аж сама испугалась надеюсь не испугал себя мой добрый зритель сейчас мир носочной пряжи так велик да там это просто ну объять необъятно и так-то пряжи много но я еще раз говорю сочетание цена-качество мне очень очень нравится ализе супер вошь и значит раньше ее обходил потому что она была для меня тонкой и думал что носочная пряжа ерунда послушала раз послушала два решилась теперь в эту пряжу влюблена тоже значит буду использовать подмод почему я про него не знала тани какой подмод для вас самый самый лучший я так понимаю что мой ответ что мне все подмода нравится да один одним другой другим вам не у нас не устроит очень мне нравится подмод махер на шелке обычная махер другие покупаю для носочных изделий с шерстью наполеомиде ализе супер вошта как ализе супер вошта махер от ализе ализе роя ездили на чему ну понимаете когда носки конечно первично это ализе супер рожка становится толще но когда носочки приобретают пушок я поэтому хочу черненькие начать да я буду вязать подмод слизи вот одни синие связала еще серые и графитовые или маренга я их темно-серые называю красивые и все-таки на черненькие начну хочется руки вот ну урок тоже какой-то знаете такой некий релакс когда они вяжут ализе супер вошку и махер махер на шелке именно на шелке я остатки от полосатела меня прям одна супер ушла одного цвета а махер чеки на сантиметра по два разного цвета и вот там среди прочих махеров помоют от оставался минут паусинок был махер на шелке не важно остатки я даже так трогаешь 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 пушок то везде а вот те два сантиметра которые на шелке мохер но не как шелковые они глянцевые они другие я прямо могу даже закрыть глаза и на ощупь понять его пальцами остановиться где-то мохер на шелке мой любимый наверное подмод до мохер на шелке но я люблю все мохеры абсолютно лидия люблю козий пух в общем то действительно каждый подмод хорош по-своему я выделить один не могу но если так сказать так все отныне ты будешь и за супер вошку с одним выбирай любой один подмод я выберу попки конечно же дальше вы же продолжаете а у меня уже закрылся телефон вы сказали что из одного моткали за супер вошь получается две пары или взрослая и детская у меня получился не знаю получится ли 2 вы наверное как и я раньше без весов да все решат весы вот сейчас я синий связала взвесила остатки они тоже кажется что ушла ушло больше чем пол матка на весы положила 52 грамма то есть еще таким я поглинок не очень высокий у синих носочных изделий но тем не менее носки не коротыши я могу снять еще несколько раз горит они весы ну я как-то вот отнекивалась отнекивалась купила мне очень очень нравится смотря конечно же какой размер носка у нас связан и какой размер поглинку этого носка я вязала взрослую пару детскую пару было такое я вязала две взрослых пары не высокий поглинок был и мне хватало даже на еще оставалось вы знаете я ведь никогда не замечаю но в этом плане я прям это разгильдяйка посмотрите какой хороший комментарий мне пришел девочки могут написать вот те которые нормально все как сказать в голове держат вот татьяна пишет моя тезка дужникова супер вошь 38 размер с высокой наверно с высоким поглинком а с высотой поглинг все я уже это очки про с высотой поглинка 17 18 сантиметров у меня получается одна пара плюс один носочек значит два мотка получаем три пары вижу на два с половиной если артисан без подмота то на двойке по моему опять потерял сейчас да если артисана без подмота то на двойке артисан уже не только по моему мнению но по признанию очень многих рукодельниц он чуть-чуть потоньше чем сама лиза супервошка я его люблю меньше не потому что нет это когда подмот вообще там особой разницы не заметишь у меня очень сильно расплылся носок и мы так решили мы с эльвировщик магазин д что там мереносовая шерсть возможно а возможно не мереносовая шерсть не знаю потом под собрался все но лиза супервошка как-то для меня надежнее что ли она расплывается меньше она собирается хотя чуть-чуть тоже она будет после в это чуть побольше там сантиметр надо полтора закладывать и лиза супервошка мне кажется она слова пожёстче неправильно подобрать на какой-то микрончик по как слова пожёстче заменить по грубее что ли и это мне в носках нравится а лиза артисан более нежная пряжа и этим она мы говорим про носки так если свитерок я еще подумаю вот как-то лиза супервошка мне нравится больше ну вот видите два матка три пары без каких-либо остатков вас свяжи мне свяжи мы паголинах чуть поменьше да и размер например 36 может быть то получится две пары невысоких носочных изделий надо пробовать надо все пробовать и граммульки действительно покажут останется меньше чем мы связали до ориентироваться на меньший размер так кто у меня там прислал ориентироваться на меньший размер и на меньше паглинок останется больше чем уже мы отвязали от этого матка можно такой же и даже увеличить паглинок или увеличить размер все очень легко уйта я уйта я как же мне понравилось видео это которое недавно вышло как же я люблю про бирюльки украшения скажите пожалуйста любовь к украшению вас передалась от мамы наверное нет наверное нет мама носила серьги но она могла знаете в одних сережках проходить очень много лет пока не потеряется пока не надоест да да и поэтому может быть как таковые когда попросила уши проколоть разражение не было тут мне сказали подрасти чуть-чуть частично и над мамы но у меня было время когда я носил очень весом она все лучше пожалеет танюшку лучше пожалей вот так потом прошла пора вы не хотелось в общем-то волна бижутерии сменяла волной там еще чего-то разные были но вот эти мои болтушки сейчас про украшение без украшения я дома снимаю это самое никогда на одном ухе что-то там висит на другом но отличается разница это она не понимала что-то как-то ты потерял шуль сергут с этой страны нет мам так так положено поэтому частично от нее а потом уже творческий подход спрашивает меня это комментарий с youtube и не могу сказать девочки если у меня любимый рецепт заготовок имеется ввиду как сладких так и соленых нет нет у меня любимого рецепта нет как-то мы делали заготовки раньше же интернета не было там все маму на бумажке принесет кто-нибудь там в обед принесет огуречки пока угостит покормит хотела сказать сразу не надо рецепту и маша до рецепт и как-то мама пришла и горит такие хорошие вкусные огурцы и главное стоят потому что подвал у нас был теплый погребы в деревне вести ну как то же это самое а вот в кладовке на полочке стоять и женщина утверждала что они будут стоять то есть до этого я не могу сказать сколько мы соли сколько сахара но соли было больше сахара чуть-чуть и когда маме в рецепте написала эта женщина вам даже приспросил ты мол ничего не перепутала я как сейчас помню три соли причем без горки и 5 сахара горкой это на литр воды нужно рассола то есть берешь огурцы да листья сморозины хрен тому что там еще укроп горчицу хочешь положить хочешь нет ну кто там еще перец горошком перец все что там вот эти травки мурашки и кипит сколько литров вот на один литр нужно положить воды 3 ложки соли и 5 ложек сахара мама думал что наоборот уточнила горит нет нет валентина именно так а когда мы жили 35 квартире прекрасно это помню уж каких травушек муравушек это я какие есть такие там положу есть и хрена хрен есть она хрена всегда обязательно надо листья смородина листья смородина ну вот одним кипятком залить другим другой раз вот этим рассолом и завернуть во второй раз уксус я уже не помню а по моему столовую ложку на 3 литровую банку десертную на 2 и чайную на литр вот так стали делать нам стало нравится тем что огурцы стояли и помидоры что огурцы что помидоры одним рецептом потом как-то очень долгое время огурцы мы так и продолжали а помидоры стали делать помидоры в снегу это когда вот раздавить очень много чеснока и знак банку перевернешь вот эту чесноку ну прямо очень много это вкусно там нужно было увеличивать количество сахара прям конкретно но вам уже не боялся что раньше думаешь что только соль правит балом что там кто заводить стал вот а тут оказывается что помидорки то сахар любят и мы стали делать очень долгое время он стал пока этот рецепт пока не надоел в плане соленых сейчас я вообще рецептов не делаю сейчас море я бы наверное если бы мне предстояло сделать сейчас вот покупные кстати нравится помидоры собственно сапу очень люблю я бы наверное может быть действительно с интернета проверено блогера как-то попробовала и написал там две баночки того две паночки того сейчас нет любимого что касается сладких блюд учитывая что я обожаю все ягоды вот просто все ягоды мне все варенье нравится главное не переборщить сахаром сейчас наверное такой живенькая до перетертая в морозилке и том но ближе к душе что ли да хоть к чаю аромату больше вот когда сахар перебивает а раньше как наоборот сахар побольше варить подольше почему-то бабушки это было вкусно вот у мамы мне нравилась такая живая малинка пятиминутка а у бабушки деревенской пирожные хлеб отрежут из печки и варенье то порой двухлетний порой годовал порой трехлетний засахарившись вот у бабушки все было вкусно еще бабушка очень любила варить и умела сливовое варенье у меня нравилось у нас а мне кажется там дома вся печешки конфетки достатке а в деревне ждать надо до пятницы и и вот варенье почему вкусом казалось не хватало может быть что ты не знаю но вот сливовое варенье мне нравилось абсолютно все ягоды как я сказала а яблочное варенье мне нравится с добавлением лимона апельсина тоже неплохо но вот именно лимона яблоки и крыжовник но я быть на первом месте особенно антоновка особенно антоновка в своей такой зрелости технической можно сказать когда вы так на солнце смотришь и в янтарной антоновке аж семечко просвечивает вот вот это антоновка кусаешь она там вся крупинчатая и откуда-то сок и не знаю откуда потому что когда яблоко крупинчатый вроде как сока нет как картошка развалишься а это вот и сок и вот это все вот она уже зеленое превратилась в желтое к табачок полосатый такой вот особенно когда его с пола поднимешь немножко и не тронется вот из этих яблок ой какое варенье и вот обязательно с лимона мне нравится с корочкой пусть горчит мета мне это нравится она сама себе янтарный плюс вот лимон наверное вот вы знаете я люблю когда всего понемножку никогда там вот готовишь и потом не знаешь куда здесь а когда всего по чуть-чуть лучше съесть и так эх а больше кури нет нет и ждешь следующий урожай чтобы опять сварить такую прелесть не вот перебор не нравится почему риолис любимая фирма тани я смотрел ваше видео вы рассказали что риолис ваш любимая фирма когда на тем когда вышивала почему мне больше нравится золотое руно пишите вы я вас понимаю мне золотое руно нравится тем что так они разрабатывали схемы что даже без бэкстича у них практически не встречался бэкстич все было как-то так вышито очень редко где даже вот не припомню бэкстич чем мне нравился риолис тем что схемы у него мне понятные потому что до схема цветная но цвета сочетается могут быть одни и те же рядом только в квадратике оранжевом в одном кружок нарисован другом квадратике оранжевым нарисован галочкой это мне не нравится риолис очень размер схем размер квадратиков разрисовка отделение одного цвета другого мне нравилось еще риолис мне нравился тем что ниточки у него есть в некоторых не во всех наборах шерстяные ну мы так их называем и там не чистая шерсть еще что то есть не мулине а шерстью это очень красиво мне если аллергии нет этого это мне как-то лучше нравилась такая вышивка я очень много вышивок делаю именно с этой самой шерстью а руно у них проработка обалденная карпы кои вышивала из фирмы золотое руно очень нравится у них черно-белые схемы и мне это в одно время стал уже просто не по глазам хоть и говорили берите фломастер но это же время понимаете кто-то в схеме уже за меня все покрасил или если в схеме это все буду красить я поэтому я понимаю почему он драй золотую руно это прекрасная фирма но риолис мне в душе больше во первых вот шерстяными ниточками вторых схемы мне для глаз подходит лучше так я брала одну жаль зин до посветлить вопрос такой интересный татьяна если вы купили бобинку и понимаете что а профаль да не то то ли цвет то ли состав но не ваши и все тут ваши действия подарить на подарить тому кому состав понравится в скобках цвет не проходит мое действие подарить нельзя и нас смешала бы ну смотрите состав уже не может быть я выбираю бобинку я считаю состав мы купили бобинку не нравится ты состав цвета может на носителе быть одним а когда приходит бобинка понимаешь что не то пальто это да но состав нет я бы наверное намешала намешала сейчас же очень много разных пряж тоненьких тоненьких как пушистых так и не пушистых и смесовки различные сейчас в почете это конечно пупымекать надо но тем не менее я обожаю смотреть даже те ролики где берут 45 бобинок все смешивают это люди вот умеют и какие-то красивые иногда такое такая прелесть получится мне не нравится мне нравится надо да прелесть здесь скажем свое я бы дотянула что-то что мне не нравится хоть цвет хоть состав смешением бобинки в которой я разочаровалась с другими цветами теперь петардом взрываем вопрос от елены черкашный танечка расскажите пожалуйста поподробнее о постельном белье мы покупали износостойкость плотность чтобы не марли гладкость пробовал искать на сайте эту информацию не нашла может вы в теме или подскажете где искать перед заказом но там плотность можно найти дело в том что елена я именно себе брала только бязь и когда я не знала про то чтобы у бязи разная плотность я все удивлялся вот я купил там могла постельное белье купить такую-то цену а могла купить значит чуть ли не два раза дороже и потом мне уже знающие люди сказали татьяна ведь бязь она разной плотности бывает да вот это вот как марля но цифры когда вот читаешь информацию о белье там есть эта цифра но меня ничего не говорил 240 там как-то одно время ну понимаете мне это я не беру белье которое на всю жизнь но то что бязь разной плотности бывает и чем она дыряве да как марля тем она подсаживается после стирки а чем она плотнее она даже к перкалю подходит но в общем то больше всего мне нравится перкаль белье или бязь вот этой высокой плотности но цифру я не назову сейчас назовешь это рекламу будет да если мы об ивановском сайте я всегда оставляю под роликом очень много и сайт и соц сетей у них и каналы все вы можете написать да назовите мне например там плотность бязи самую высокую и прям похожую на марлю на комментарии они всегда отвечают и там уже специалисты я точно знаю что есть бязь такая рыхлая и бязь очень плотная но цифры я вам не назову и кстати какой-то еще средний промежуточный какая-то была цифра среднепромежуточная но даже самая дешевенькая бязь самое у меня белье служит пока не надоест а думаю тут надо уже на тряпочке использовать служит она прекрасно да через какой-то просвечивает рисунок если одеялочка белое не просвечит а сам рисунок на одеяльчик то просвечивает но мне никак не мешает спать через какой-то не просвечивает понятно поплотнее но служит белье очень долго перкаль сатин что еще это было я брала не себе то что я каждый раз заказ попрошу своих подружек кто-то выбирает платьишко кто-то выбирает костюм кто-то выбирает постельное белье и вот они заказывали не почему-то бязь они обходят а я обожаю бязь вот этот родной сичек который я люблю потом такие тряпочки хорош получается только надо о сколько лет надо изнашивать что такие мягенькие мягенькие получались тряпочки когда не было памперсов нам подгузники дело несколько сложений из марли из таких вот уже изношенных изношенных но ветошь это прекрасное это в хозяйстве наших вот мам бабушек сейчас на всякие тряпочки пойдешь купишь и для пола и для чего угодно раньше вот именно очень бязь бывает разной плотности у меня они служат долго но поплотнее конечно получше а другие не брала очень много вопросов про рутуб не перехожу ли на рутуб пока нет я этого не исключаю да сын мне об этом говорит но понимаете даже два канала с учетом того что на youtube сейчас грузится очень долго ну вот там приехал таляшка что-то мне там он даже не установил как-то распределил чего-то на несколько минут это все как раньше летала так и летает мне достаточно дзен очень благодарна всем кто как сказать при равных возможностях смотреть на дзена на youtube выбирает именно дзен мне сейчас лучше что смотрели на дзен youtube не бросаю youtube заправляю но еще и третья площадка даже с учетом того что заполняется одни и те же видео кроме того на рутуб автоматически идет заливка там какую программу задаешь да и видео идут вот если меньше один канал и переводишь на рутуб это еще понятно но если так и там и там и еще и на рутуб мне кажется мне правда же жалко вот рутуб он треснет если уж и переходить на рутуб может быть тогда снова каким-то видео но вот это вот блогер своим видео может сейчас кого-то обижу может еще что-то так тоже нельзя но один канал да страшно что он там что-то и что-то на 2 но еще и на 3 и на 5 и все мы фиксируем роль я не знаю это же можно просто вот но я бы не хотела быть рутубом и любым другим каналом вот это все что наше на передам допустим вот что-то очень ценно это еще понятно не знаю пока не исключаю что открыл канал например когда закроется вообще полностью youtube когда можно об этом поговорить но чтобы еще и 3 я не не успеваю вязать прогулки сейчас обязательно да подумаю хотя бы утрен гимнастику ввести пятиминутную но силы воли совершенно нет в общем мне жалко времени бустя я буду все вопросы решать по мере поступления я посмотрю как вот на дзен да еще раз огромное спасибо всем кто перешел на дзен всем кто смотрит надо посмотреть месяц-другой и если открывать канал вот только там ты не права ты какие-то аргументы у него свои я уверен что девочки сейчас вот кто-то да но я же бы только свое мнение допустим если открою на бусте там что-то выпускать я не совсем понимаю чтобы платили деньги только за то чтобы ролик посмотрели раньше вот кто на бусте подписан посмотрит раньше а все остальные там это я не пойму можно когда-то дойдет я не знаю вот например если на бусте этом какие-то супер купер модели буду выдумывать и я к примеру и выставлять а допустим в логе там останутся еще это чем я могу понять но когда из канала на канал одно и то же что вас сварил что спарилась конечно кулинарный канал но это что-то какой-то перебор лично для меня не вообще вот на данный момент было бы здорово если все перешли на бусте на так открою канал на дзен и могли бы там смотреть но за как девочки пишут они оставлять спасибо что не оставляете нас на youtube да я остаюсь но третье мне сейчас пока нет если что то вот прям вот говорю youtube совсем закроется да я подумаю втором когда будет и еще что-то это на данный момент времени как я посмотрю на все это завтра будет все решено по ходу все решается по ходу потому что иногда обстоятельства выше нас мы решаем вот так обстоятельства составляют подумать немножко по-другому так тоже бывает ну вот я себе еще обвела вопрос про стоимость насочных изделий мы к нему не каким-то возвращаемся да девочка вы не обижайтесь когда я отвечаю не конкретной цифрой а вы извините подправлю общо я действительно говорю это цена пряжи плюс та цена которая мастерица ставит за свой труд но такой вот эту скупой спасибо говорит о том что может быть как бы другого ответа ждали общей средней цены на носки кто-то ставит да такие есть кто-то меряет количество метров просто супер ложки связать или связать с подмотом это будет уже разница потому что пряжа расход 1 плюс 1 я правда не знаю как вам оценить свой труд я носки продаю крайне редко и те кто меня хочет их купить они ждут порой что там месяцами месяцами до года доходящие и мы сами с ними определяем эту цену их не просто устраивает да они готовы там купить 5 парам и только одна в основном я носки дарю как бы я поступила наверное вот если бы я продавал газные вещи наверное бы зафиксировала носки стоит работа именно столько-то кардиган там шапка столько-то кардиган сколько шапка столько-то и осталось прибыли при плюсовать только пряжу я как-то ответила от и до там носки могу стоить от столько и такой ножницы просто развилку до такой-то цены что под этим комментариям началось я за эту цену пальца пальца не ударит вот написал нифига себе цена кто за такую купит другие написали и пошли спор мне это не надо поэтому каждый свой труд оценивать так как ему хочется его ценить и назначать цену насущный пар получил такой комментарий вот умница таня умница и можете прочитать мой комментарий на всеобщее обозрение что и делаю читать только те комментарии которые содержат вопрос они как некоторые блогеры взяли моду сесть и читать подряд комментарии как будто мы сами без них прочитать не сможем как кстати вы к этому относитесь возьмут одно видео и давай все комментарии под ним читать и зачем это время тянут чтобы на нас заработать доля правда ваших словах есть сейчас на дзен мы горы перешли прожили разные периоды когда-то платили за подписчиков когда-то платили я забыла как эфициент это называется в общем за возврат одного и того же зрителя на канал вот сейчас за время проведенные зрителям на канале и я не исключаю не исключаю что блогер читает комментарии возьмет одно видео и шпарьте подряд для того чтобы подтянуть видео и заработать в этом может быть доля правды и скорее всего скорее всего в этом есть мое отношение мой добрый зритель я всегда говорила и говорю что снимать выбор блогера что смотреть выбор зрителя если вас это раздражает если вам это не нравится если вы сами можете прочитать в комментарии вы просто этот ролик пролистывайте если этот ролик полностью посвящен комментарием если блогер там какую-то часть посвящает комментарий. Можно, дойдя до этой части, выключить до этого или после этого, как он растворяет в чтении комментариев. Что-то говорит потом комментарий, что-то говорит, какой-то комментарий. Если блогер сначала показывает что-то, то, что вам нравится, не относится к комментарию, к чтению, а потом пошли комментарии, просто здесь можно кнопочку «Выкол». Это легко и просто, очень легко. Поймите, пожалуйста, есть зрители, которые своего блогера ждут каждый день. Есть. Я даже, вот, например, сейчас хочу закончить свой выпуск комментарием от Натальи. И он не единственный. Он не единственный. Итак, я уверена, что у блогера, который читает комментарии все подряд в зале ролика читает, у него тоже есть зрители, кому это нравится. Мы даже не будем опускаться в глубины, почему кому это может нравиться. Это неважно. Может быть, просто одинокий человек, да, ждет встречи и с огромным удовольствием дождался. И чем ролик побольше, да, тем получше. Вот она компания, под которой вяжется, еще что-то делается. Блогеры иногда ждут, как просто, вы знаете, как хорошую подругу. Комментарии читать, там просто надо понять, что каждый день что-то там ввязанное показывать, да, или какие-то события рассказывать. Это невозможно, если там про свою жизнь в блоге рассказывать, если вяжут вязание. И поэтому идут в ход комментарии, идут в ход какие-то придумки. Это ничего страшного. Не раздражайтесь. А смотрите то, что нравится вам. И пусть в этих комментариях найдет другой зритель, то, что нравится ему. Очень просто. Вот, например, Наталья, еще раз говорю, она не единственная. Пишет, Таня, не пропадайте. Просто, говорю, жду детей. В общем-то, даже снимать ролик не хотел. Ваше видео с утра, как с добрым утром. Настроен на целый день. Приятно? Хоть маленький привет, но жду каждый день. Тут вот как. Вот с маленьким приветом, да, выйдешь. Дедка молодцы. Хоть на свадьбу, а мамочке приятно, да. Как вы ранее говорили, два счастливых дня был у меня. Да, сейчас один счастливый день. Был у меня. У двеночки. Завтра уже с утра просыпаюсь. Сегодня, мама, очень поздно придем. А ключик-то некуда. Такая сумочка крохотная у Лизы. Вся блестящая. Так все под сережки подходит. Я говорю, да не надо никакой ключик. Мам, ну а если мы там прям за полночь? Я говорю, ну вы приезжайте, для меня это открою. Встану, открою. Куда бы спрятать, куда бы что. Я говорю, даже думать не думайте. Придете в 12 час-два, я говорю, открою. Вот. Потому что тут такие брюки песочные, белый рубаш. В общем, ключи никуда. Я говорю, не расстраивайтесь, я возьму. Поэтому я их дождусь. Мы опять, наверное, побалакаем. Ложимся спать. Завтра как проснутся, уезжают. Но это праздник. Это праздник. Вот я говорю, вчера поговорили. Сегодня с утра поговорили. Обняла, поцеловала. Завтра обниму, поцелую в дорогу. Это, конечно, праздник. Потом сама гулять уйду. Мы решили в эти выходные гулеванить. А не в субботу, я в воскресенье. Ну, я гулевальщик такой. Чуть-чуть и сразу. В общем-то, домой. Огромное спасибо за такие слова. Я и стараюсь. Если кому-то это покажется ролик неинформативным, просто смотреть не будет. Правила. Внедряем правила. Я очень... Блогеры, когда расстраиваются, я говорю, пусть у вас прям бегущей строкой написано. Я о вас разочаровалась. У меня не было цели вас очаровывать. Если сегодняшний ролик или там еще и вчерашний, позавчерашний не понравился, такое бывает. Ничего страшного. Подсвечивает телефон. Что снимать выбор блогера, что смотреть выбор зрителя. Это пропустим, пропустим. Это посмотрим. Кто-то смотрит все подряд. Это здорово. Если уже компания желает, душа, да, я сама так иногда смотрю, смотрю, так, ой, еще не выпустил. Ой, я так хотела с кофейку попить именно под щебетание. Я этого отлично понимаю, потому что я не только блогер, но я и зритель еще. Ну что ж, мой добрый зритель, пойду я поколупаю, повяжу от души. Наготовлены, но есть все равно не будут. Но надо быть. Всегда надо быть. Друг. Протанцуются, придут домой. До новых встреч. А они обязательно будут.